Не просто пункт выдачи книг, а центр семейного чтения. Новая библиотека на улице Гоголя приняла у себя фонды читателей двух библиотек. Детской имени Данилова и второй взрослой. В здании, где раньше располагался информационный центр МВД, сделали перепланировку и ремонт. Новое библиотечное пространство назвали центром семейного чтения. Что предполагает новое название, узнала Юлия Кучеренко. Красиво, светло, современно. Так говорят о новой библиотеке читатели. И сами библиотекари. Главные герои книги открываются здесь во всей красе. Пространство позволяет. Раз так важен он жил и с Матроскиным дружил. Красават он был немножко, звали Песика. Маташин. Ча-ча-ча! Уже в день открытия в библиотеке гости. Дети не просто листают книжки о мумитролях, школе волшебства Хогвартс или динозаврах, а участвуют в викторине. Процесс увлекает даже тех, кто читать не очень любит. Вот, например, у меня младший сын, он не очень любит читать, поэтому для меня это сложно, чтобы с ним сесть и почитать. Он сам не будет читать. А старший сын, он читает. Если в телефоне постоянно сидеть, то можно глаза испортить, а если книгу читать, ну, можно получить знания. Центр семейного чтения предполагает, что приходить сюда будут дети вместе с родителями или родители вместе с детьми. Быть может, ребенок, который дома, чтобы себя занять, берет телефон или планшет, здесь встретится с книгой, которая захватит его больше, чем гаджет. Тем более, что уютная обстановка позволяет. Иногда бывает так, что дети с родителями одни, а с посторонними людьми они другие. И с библиотекарем они могут раскрыться просто. Библиотека к своему открытию получила новые книги. Но Центру семейного чтения пожелали, чтобы полки как раз пустовали. Это будет означать, что книга не просто предмет, а приятное и интересное времяпрепровождение. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+.